Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите распаковку к честному обзору. Если вы помните, то относительно недавно я делал полноценный обзор на Samsung Galaxy Note 10+. Это флагман во всех отношениях. Топовое железо, камеры, процессор, аккумулятор. Все просто супер, как и цена, очень высокая. А сегодня мне на распаковку дали вот такой смартфон. Он называется Note 10 Lite и стоит всего лишь 39 тысяч рублей. Вы думаете, как можно сделать флагман и при этом еще и такую низкую цену оставить? Очень просто. Умные корейские инженеры оставили стилус, потому что он действительно нужен в этом флагмане и это отличить на его часть. Также они взяли и оставили здесь полновесные флагманские камеры. Но зато они взяли и обрезали беспроводную и обратную зарядку. Не расстраивайтесь, вместо нее вам поставили FM-приемник и прошлогодний флагманский процессор от Note 9+. А это не хило. Кроме этого взяли и встроили камеру 32 мегапикселя для селфи. Но у нее нет автофокуса и она очень посредственная. Так все-таки остается он флагманом или это какая-то компромиссная версия? Давайте выясним вместе с вами в нашей предварительной распаковке. Друзья, вы правильно сделали, что остались. Я действительно очень радуюсь, когда ко мне приходят вот такие красавчики от магазина Касла. Еще в магазине я начал свою распаковку. Конечно, я его достал для того, чтобы быстро протестировать на улице и показать вам. Здесь вот такой красивый цвет. Называется он, насколько я помню, Aura. Да, действительно, цвет называется Aura, если прямо вам это интересно. Еще очень важно, что корпус смартфона выполнен в премиальном стиле. Здесь стекло и металл, не пластик. Для начала давайте сделаем беглый осмотр смартфона. На задней поверхности самое основное и нужное. Здесь основная камера, телевик, широкоугольная и фото вспышка. Со стороны дисплея датчик отпечатка пальца под стеклом. Основная камера. Также на лицевой стороне видна решетка динамика. И, к сожалению, здесь монозвук, она только разговорная. На правом торце у нас качеля громкости, кнопка питания. Все стандартно. На левом торце у нас есть разъем. Можно использовать либо одну симку и одну флешку, либо две сим-карты на выбор. Сверху мы с вами обнаружим один вспомогательный микрофон. Снизу мы с вами обнаружим разъем 3,5 мм для наушников, USB Type-C, микрофон и динамик. А также главное, конечно, это стилус, почему и называется модель Note серии. Стилус имеет огромное количество назначений, но основное из них это, конечно же, что-то рисовать, редактировать фотографии, отмечать, делать вырезки. Короче, для бизнесменов. Внутри упаковки давайте посмотрим, что происходит. Здесь интересно. Это быстрая зарядка, которая, ну, 100% 25 Вт, супер-фаст-чарджен. Конечно, естественно, USB Type-C розетка удобна. Кто не в курсе, у меня мега умные подписчики, поэтому я им показываю характеристики покрупнее. Также в коробочке интересным образом как-то вот так на бачок упакована скоба, при помощи которой можно менять перо в стилусе. Соответственно, здесь у нас, естественно, шнур от зарядного устройства и, естественно, наушники. Попробуйте сказать, что они не AKG, потому что это не совсем флагман. Ну, блин, ребята, вы чё? Это не AKG. Это просто красивые наушники от Samsung. А в крышке у нас обычно располагается инструкция и там же может быть ключ для сим-карты. Конечно, он есть. Ну, и, соответственно, что я жду от этой распаковки? Конечно, я ждал чехол, которого здесь нет. Мне кажется, было примерно так. Так, в 2019 году корейские производители наштамповали слишком много процессоров для Note 9+, и их нужно было куда-то пристроить. Их руководитель вызвал всю команду Samsung и сказал «Коллеги, в прошлом году мы сделали слишком много процессоров, их нужно куда-то девать. Давайте придумаем новые флагманы и продадим русским». И таким образом у нас появился Note 10 Lite. Экран здесь Full HD+, чего вполне достаточно из-за высокой плотности пикселей. А теперь давайте посмотрим, чем нас могли обделить по функционалу, экономив деньги. Здесь Smart View имеется, то есть это трансляция на экран. QR-код, встроенный в камеру, сразу есть. Прекрасно. Переходим сюда. NFC на месте. Запись экрана на месте. Сценарий Bixby тоже здесь. И даже Dolby Atmos. Ну и, конечно, наш любимый S-Pen. Было бы глупо не воспользоваться стилусом и не показать вам, как он работает. Вот так вот он хорошо срабатывает. Я даже не вижу никаких торможений. Поспевает за рукой. Причем, если я нажимаю сильнее, то более жирный получается и след. Ёлки-палки, я теперь Note 10 Plus захотел. Ну, ё-моё, это же так удобно. Вибрацию в этом смартфоне поставили классную флагманскую. А также встроили здесь в стилус целую кучу разных фишек, которые были во всех флагманах Note 10. И здесь они тоже по наследству остались. Это хорошо. Мы можем использовать все те же самые фишки, но только на чуть менее быстром железе. Ну, согласитесь, компромисс-то хороший, если так-то подумать. Возможности основной камеры очень хорошие. Она может снимать 4К с частотой 60 кадров в секунду. При этом это единственный режим, на котором не работает стабилизация цифровая, только оптическая, на которой висит камера. Соответственно, ультра HD, пожалуйста, стабилизация работает, и все остальные режимы стабилизации полновесны. Full HD 30 кадров в секунду, стабилизация включена. Full HD 30 кадров в секунду, стабилизация выключена, однако оптическая продолжает работать автоматом. Full HD 30 кадров в секунду, суперстабилизация на широкоугольную камеру. Full HD 60 кадров в секунду, стабилизация включена. 4К 30 кадров в секунду, стабилизация включена. 4К 60 кадров в секунду, стабилизация невозможна. При этом явно продолжает работать оптическая. Вывод об основных камерах у меня очень хороший. Это действительно флагманские камеры. Единственный скрытый момент, о котором вы наверняка не догадываетесь, это отсутствие технологии Dual Pixel. Технология для отличной фокусировки в ночи. О ней я расскажу в большом обзоре более подробно. И она давала эти самые сочные, красивые цвета в ночи. Ну и хорошо, что здесь оставили, кстати, 12 мегапикселей, потому что если бы сделали 64, то светосила была бы уже не та, потому что каждый пикселечек был бы гораздо меньше. А здесь такие жирные, мощные, светопринимающие пиксели. Ну если я, конечно, точно выразился. Фонтальная камера для селфи умеет снимать Full HD 60 кадров в секунду, чего нет даже на S10+, и также умеет снимать 4К 30 кадров в секунду. Про стабилизацию молчу. Селфи-камера Full HD 30 кадров в секунду, флажок стабилизации включен. Фокусировка отсутствует. Селфи-камера Full HD 60 кадров в секунду. Флажок стабилизации включен, однако ее точно нет. Селфи-камера 4К 30 кадров в секунду, флажок стабилизации включен, но, естественно, не работает. Что касаемо селфи-камеры, господа, то она, ну, вообще как-то не очень и никуда. Для такого, как я, подобная камера, ну, явно не подходит. В ней нет автофокуса, я уже молчу про стабилизацию. Вы знаете, она сфокусирована всегда определенным образом на близкое расстояние. Вот, смотрите, я делаю снимок на обычную камеру. А теперь тот же самый снимок делаю на селфи-камеру. Видите, как все размыто? Давайте еще раз. На обычную камеру, на селфи-камеру, на обычную камеру на широкий угол тоже неплохо. А теперь на камеру с двойным оптическим зумом. Прекрасное качество. А вот селфи-камера не для меня. Сейчас включена камера, и здесь мы можем пронаблюдать разные режимы. Широкоугольный 0.5, 1.0 и 2.0, то есть оптическое увеличение. Full HD 30 кадров в секунду, обычный угол, широкий угол. Снова обычный. И оптическое увеличение в два раза. Здесь возможно переключать во время видеосъемки. Чисто флагманская фишка. Самое главное все-таки в смартфоне это основные камеры. И про них здесь никаких вопросов нет, кроме обычной фокусировки. Что касаемо игр или плавности, здесь все очевидно. Просто супер. Игры я обязательно протестирую в полноценном обзоре. Задавайте вопросы, на которые я отвечу в этом же полноценном обзоре. Он выйдет чуть-чуть позднее. Подводя итоги, могу сказать, что Note 10 Lite это классный смартфон, стоящий своих денег. Он точно лучше, чем A71. Серия A, она всегда на втором месте. А здесь все-таки премиальный сегмент. Пусть даже с некоторыми обрезанными опциями, но все-таки премиальный. И это чувствуется в каждой детали. Уже сейчас, не дожидаясь моего полного обзора, вы можете смело покупать этот смартфон. Если бы я был не таким придирчивым, не таким околофлагманским, и не докапывался бы до каждой мелочи, а как большинство бы людей не использовал даже половины функций, которые встроены в смартфоне, я бы его взял и кайфовал. Потому что качество основных камер обалденное. Быстродействие на уровне прошлогоднего флагмана. Это тоже супер. Он еще актуален. Да что там говорить, до сих пор актуален даже S7. Да и покупают серию Note особые люди, которым нужен стил, чтобы редактировать фотографии. Выходит, что Samsung сделал своим пользователям хороший подарок, за что ему огромное спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ожидайте полноценного обзора. Задавайте вопросы, на которые я буду отвечать в нем. Обязательно пишите мне, я отвечаю на все комментарии. Меня зовут Евгений Донец. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok